Добрый вечер! Начинаем сегодня 25-й урок по книге «Шмот». Мы в самом конце недельного раздела «Бешалах». Это 12-я глава, 43-й посук. «И сказал Бог Муше и Аарону, вот закон о пасхальной жертве, никакой чужак не должен её есть». Краткое задержание предыдущей серии. Исход из Египта состоялся, еврейский народ перешёл границу Египта и делает свои первые шаги на воле. И вот в ходе этих первых самых переходов Всевышний даёт целый ряд указаний, которые касаются сейчас не конкретных действий, которые еврейский народ должен проделать сейчас, а смотрят они уже в будущее. «И сказал Бог Муше и Аарону, вот закон о пасхальной жертве». Пасхальная жертва была принесена впервые в Египте и являлась необходимым условием для освобождения, для исхода, и Тора повелела её в дальнейшем приносить. И с того момента, когда придут в страну Израиля, в дальнейшем год за годом, из года в год приносить её во время, в то самое время. Вот закон о пасхальной жертве. Никакой чужак не должен её есть. Кто такой чужак, которому нельзя? С одной стороны, есть обязанность приносить пасхальную жертву, а с другой стороны, сразу же есть ограничения. Есть такие, которым нельзя её есть. Чужак. Кто такой чужак? Что имеется в виду? Не еврей? Раши. Никакой чужак. Здесь имеется в виду те, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Всевышнего. Кто сюда входит? И не еврей, и евреи-отступник – все входят в это определение, не обязательно не еврей. Тот, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Бога, тот, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Торы и её заповедей, то, что называется мумар или мешумад – человек, который родился и вырос евреем, но стал вероотступником, ему нельзя есть мясо пасхальный жертв. Следующий стих. «Всякий раб, купленный за деньги, когда ты обрежешь его, тогда может её есть». Значит, с одной стороны, еврей-отступник не имеет права участвовать в пасхальном жертвопоношении, ему нельзя есть мясо пасхальных жертв. А с другой стороны, не еврей, то, что называется эвит-кнани, т.е. раб, который куплен за деньги и становится имуществом еврея только при условии обрезания, тогда кто может его есть? Раша приводит здесь спор. Спор между Танаим, по мнению, первое мнение, если ты обрежешь его, то тогда может её есть, имеется в виду, хозяин. Т.е. если рабам сделано обрезание, то и хозяину нельзя есть жертв. Мы знаем, что обрезание было условием для того, чтобы принять участие в пасхальном жертвоприношении в Египте. Только те, кто сделал обрезание и тем самым вернулся к завету Аврама, только те и могли принять участие в пасхальном жертвоприношении и в дальнейшем выйти, освободиться из Египта. Мало этого, здесь, по мнению раби ушуа, это первое мнение, которое Раша здесь приводит, требуется обрезание не только для самих евреев, участвующих в пасхальном жертвоприношении, но и рабов, принадлежащих этому еврею. И если хотя бы один из рабов не обрезал, то тогда хозяину, не только что самому рабов, но тогда и хозяину нельзя есть мясо пасхальной жертвы. Это первое мнение. Мнение второе Раша приводит в мнение раби Элиэзера, оппонента раби ушуа. Обрезание рабов не является условием, при котором хозяин может есть жертву, то есть хозяину можно есть мясо пасхальной жертвы, даже если кто-то из его рабов, купленных им за деньги, ещё не совершил обрезание. Но если так, продолжает раб Элиэзера, для чего же Тора сказала, что когда обрезаешь его, тогда можешь есть, имеется в виду, раб? Это то, что говорит Тора. Т.е. когда ты обрезаешь его, тогда и раб будет иметь право есть от пасхальной жертвы. Т.е. в понятии чужак, которое сказано выше, чужак, которому запрещено мясо пасхальной жертвы, раб, купленный за деньги и обрезанный, не входит. Т.е. статус такого раба, тут называется Малахевит Кнаани, это статус половинчатый. С одной стороны, он не еврей, и гиур он не совершал. Евреям в полном смысле слова он не стал. Но с другой стороны, есть требование обрезания для него – это раз. Второе – с того момента, как он совершил обрезание, ему запрещено нарушать запреты Тора. Т.е. его обязанности по отношению к заповедям такие же, как у женщины-еврейки. С одной стороны, он не обязан, не совсем как женщины-еврейки, похожи, он не обязан исполнять заповеди, не только те заповеди, которые связаны со временем, заповеди повелительного, не обязаны исполнять, но запреты Тора нарушать ему нельзя. Читаем дальше. Поселенец и наёмный работник из иноземцев не может её есть. Ещё один стих, который регулирует те самые вопросы, кому можно, а кому нельзя есть мясо пасхалитных жертв. Поселенец. Тоже называется Тушааф. И затем написано Сахир. Ну, Сахир – это наёмный работник. Здесь, наверное, имеется в виду наёмный работник, не тот, кто был куплен за деньги и стал собственностью еврея и тем самым приобрёл статус эветкнаани и перестал быть чужаком, поскольку имущество еврея. А этот Сахир, т.е. наёмник только нанялся на работу, и если он не еврей, то он не имеет никакого отношения к пасхальной жертвам. А что такое Тушааф – поселенец, который не имеет права? Раша объясняет, имеется в виду – это житель-пришелец, т.е. то, что называется в Алахе Гер-Тушааф. Гер-Тушааф – это ещё одна ступенька, которая стоит между неевреем и евреем. Одну ступеньку мы видели – это раб Эветкнаани. А вторая ступенька – Гер-Тушааф. Гер-Тушааф – это человек, который принял на себя обязательство твёрдо соблюдать все семь заповедей Бне-Нуах, т.е. он выбрал тот образ жизни, который предписан Торой для каждого человека, и он взял на себя это обязательство. Он не сделал гею, он не стал евреем, но он поэтому не называется Гер-Цедек – полный, полноправный Гер. Он Гер-Тушааф – поселенец. Почему он называется поселенец? Где он поселился? Не нужно нигде селиться, он всего лишь принял на себя обязанности соблюдать заповеди, семь заповедей Бне-Нуах. Но Тушааф – поселенец ему называется потому, что его можно селить в Эра-Сисраэль. Дело в том, что язычник, идолопоклонник, как в дальнейшем Тора потребует, нельзя давать ему возможности проживания в Эра-Сисраэль. Это страна, которая не терпит на ней идолопоклонников, это резиденция Всевышнего в этом мире, и поэтому никакие идолопоклонники в ней жить не могут. А Гер-Тушааф, т.е. не еврей, который не сделал гею, но принял на себя обязательство исполнять заповеди Бне-Нуах и, в первую очередь, запрет на идолопоклонство, ему можно жить в Эра-Сисраэль. Но несмотря на то, что ему можно жить в Эра-Сисраэль, к еврейскому народу он не присоединился, поэтому он не может, при всём к нему уважении, он не может есть мясо пасхальной жертвой. Резюмируя всё вместе, кто имеет право и кто не имеет права, пишет об этом Равирш, когда еврейская нация ещё только начала складываться, это самые первые шаги еврейского народа, на воле, самые его первые шаги на арене истории, тогда уже было оговорено, что членство в ней не должно ограничиваться потомками Авраама. Т.е. то вот удивительное сообщество, которое было создано в происходе из Египта, и которое довольно трудно определить, что оно собой представляет. С одной стороны, трудно назвать это народом, потому что обычно к народу относятся и те люди, которые имеют общность происхождения, здесь вовсе не обязательно. Мы видим, что любой человек может присоединиться к этому обществу, к этой общности, тогда, может быть, это такая религиозная группа, тоже не совсем верно. Сейчас посмотрим, почему. Пока что Равирш замечает, что членство в ней, вот в этой общности, не должно ограничиваться потомками Авраама, избавленными из рабства в Египте, или их потомством. Логично было бы предположить в самом начале, что если Тора обязывает каждый год приносить пасхальное жертвоприношение, наверное, это относится к тем, чьи братцы вышли из Египта. Каждый, чьи предки были в Египте, и он обязан Всевышнему избавлением своих предков из Египта, то он должен традиционно приносить жертвоприношение каждый год. Оказывается, нет. Не только те, даже те, чьи предки вообще в Египте никогда не были, и близко даже к Египту не подходили, они могут оказаться среди тех, кто приносит пасхальную жертву. И почему так? Объяснение Раввиша следующее. События, которые произошли в еврейской истории от дня Авраама до освобождения из Египта, должны были послужить благу всего человечества. То есть то, что еврейский народ сидел в египетском рабстве, месил там глину, делал кирпичи и удостоился исхода, это было не только для него. Понятно, что прежде всего для него и рабство, и освобождение из Египта были необходимы для него. Но в этом был вклад и в движение всего человечества. Поэтому любой человек может сделать это прошлое своим и присоединиться к числу освобождённых. Право быть подданным государству Торы не зависит исключительно от рождения или происхождения. Единственный фактор, который учитывается, это личные качества индивидуума, которые делают его человеком. То есть здесь нет никакой расовой основы. А главное, что делает человека принадлежащим к этой группе, это его личные качества. Рождённый евреем, как мы видели, теряет свою принадлежность к избранной нации, если он становится бен-нейхару, то есть человеком победения, которого показывает его отчуждённость от еврейских ценностей, если он становится язычником, отошедшим от иудаизма. Здесь только нужно оговориться, нужно правильно понять то, что Равиш говорит здесь. Еврей, который отошёл от иудаизма. Он пишет здесь, теряет свою принадлежность к избранной нации. Это только вот в плане возможности участия в пасхальном рертвоприношении и ещё в целом ряде, по целому ряду законов. Но, с другой стороны, остаётся правило Исраэля фальпиши хата, Исраэль, у еврея, несмотря на то, что он согрешил, сколько бы он несогрешим, он остаётся евреем. Что это означает? Либо он перестаёт быть евреем, либо он остаётся быть евреем. Здесь написано, что в пасхальном рертвоприношении он уже не имеет права участвовать. Наравне, и он называется здесь чужаком, как объяснил Раший, наравне с неевреем, значит, он не еврей. А как же так, с другой стороны, мудрецы говорят в Талмуде, что еврей, сколько бы он не согрешил, остаётся евреем. И то, и другое верно. А именно, что касается его обязанностей исполнять заповеди, то сколько бы он не согрешил, он остаётся евреем. Нет здесь того понятия, которое существует в других культурах, как отлучение. Его нельзя исключить из еврейского народа, его нельзя отлучить от еврейского народа. Он остаётся евреем по своему происхождению. Это означает, что он обязан соблюдать все заповеди. И даже если он в Йом-Кипур ест свинину, сидя в языческом капище, он всё равно обязан исполнять в этот момент заповеди. И то, что он крестился или принял какую-то другую веру, и то, что он нарушает все возможные заповеди, не избавляет его от обязанностей никакой. Это с одной стороны. А с другой стороны, по целому ряду законов, он теряет свои права, как родившегося евреем. Прежде всего, это то, что мы видим здесь, он не может принимать участие в пасхальном жертвопоношении. Это то, что имеет здесь в виду Раввирш, что он теряет свою возможность, теряет свою принадлежность к этому обществу. Соответственно, и получается, что сложно очень определить, что это за сообщество такое. Если бы мы его определили только как религиозную группу, тогда, естественно, в момент, как, если человек отходит от основ этой группы, если он проявляет отчуждение её ценностям, то он перестаёт быть её членом, и тогда он вообще ничего и не обязан будет. Если он, тогда мы должны сказать, что если он крестился, то он потерял свою связь с еврейским народом, и больше он ни за что не ответственный. И то, что он ест хлеб, и при этом не моет руки, и не говорит на него «браху амуцелеха минарец», вроде как с него уже взятки гладки. Ничего подобного. Исраэль афальпиши хата и исраэль, несмотря на то, что он совершил, он остаётся евреем. И за то, что, несмотря на то, что он крестился, за то, что он ест, не делая на телат ядаем, не моя руки и не говоря на него «браху амуцелеха минарец», и после этого не говорит «брахат амазон», и за то, что он в Тубе Шват не ел фруктов, и за это ему тоже придётся нанести наказание, за все самые, казалось бы, малозначительные заповеди. То, что он нарушил самые строгие, его не спасает. Поэтому определить еврейство как принадлежность религиозной общине невозможно. Но, с другой стороны, определить его и как принадлежность к нации, к расе, к народу тоже трудно, потому что мы видим, что человек, который не родился евреем, он тоже может присоединиться. И напротив, тот, кто был рождён язычником, может стать полноправным членом еврейской нации, если только он сам и его семья примут еврейский завет с Богом. Еврейское государство предоставляет гражданство всем и со всеми гражданскими правами, даже человеку, который не становится евреем, всё то время, пока он принимает на себя обязательства, вытекающие из его принадлежности к человеческому роду. То есть, есть две ступеньки. Одна ступенька – Герцедок, человек, который совершил полный, в полном формате геюр, и стал евреем, очевидно, это Герцедок, но и даже Герцедок, он не становится частью еврейского народа, он не может съесть от пасхального жетого приношения, но стать, как Раввиш пишет, гражданином государства Тур, безусловно, если только одно условие должно быть, чтобы он принял на себя обязательства, не те, которые евреи принимают, не только Тур, Герцедок, становясь евреем, принимает на себя соблюдать все 613 заповедей Торы, ему достаточно принять на себя обязательства, подчёркивается, обязательства, именно, не просто пожелания, а обязательства, исполнять обязанность его как человека, то есть, семь заповедей Бней. Но в этом случае он считается Герцедок, а Герцедок – это человек, который фактически стал евреем, он может приносить и пасхальную жертву от своего имени и от имени своей семьи, несмотря на то, что его предков в Египте не было. Как эту идею о том, что Герцедок может приносить пасхальную жертву, несмотря на то, что ни его, ни его предков в Египте не было? Раввиш объяснил, каким образом. «Ибо ради него и ради него страдали в Египте прадцы еврейской нации, прежде чем получили свободу из рук Бога». То есть, само порабощение и освобождение из рабства из Египта, оно было не только ради самого еврейского народа, но и ради всех остальных людей. Так объяснил Раввиш вот эту идею. Но, возможно, и другое объяснение. По тому, как объясняют каббалисты, суть ги-юра. Ги-юр – это нечто подобное прививке. Как можно взять веточку, срезать веточку с дерева, на котором эта веточка выросла, и привить её на другом дереве совершенно. Эта ветка выросла не из того корня. Она здесь вроде как пришлая, гостья. Но в тот момент, когда она прививается, отныне она теперь питается соками, которые приходят ей из её нового корня. То есть, она переселилась, привилась на новом корне. Аналогично. Человек, рождённый неевреем, он родился как тот, кто питается от нееврейского корня. В тот момент, когда он делает ги-юр, он отрывает себя от того корня, на котором он вырос, и прививается на новом корне. Поэтому он становится, объясняют наши мудрецы, он становится потомком Авраама. Становясь потомком Авраама, будучи привитым на этом корне, он, безусловно, имеет отношение и к исходу из Египта. Более того, мы сегодня говорим ла Аллаха, по крайней мере, что человек, совершивший ги-юр, в молитве, безусловно, может говорить, в начале молитвы Хумнелеса, «Элюкей Абутейн – бог наших отцов, Авраама, Ицхак и Якова». Хотя он биологически родился от людей, которые не имели никакого отношения ни к Аврааму, ни к Ицхаку, ни к Якову. Верно. Но поскольку он перенёсся, он привился на новом корне, на новом дереве, которое питается из тех самых корней Авраама, Ицхак и Яков, которые являются корнями еврейского народа, то он, безусловно, может так говорить. Соответственно, он может проносить пасхальную жертву, потому что получается, что он имеет отношение, безусловно, к тому народу и растёт из того корня, который был временно посажен в Египте и затем, оторвавшись от египетской почвы, вышел на свободу. Вернёмся к тексту. 46-й посылок. Ещё один закон о пасхальной жертве. В одном доме должна быть съедена, не выноси это мясо из дома наружу, и кости этой жертвы не ломай. В одном доме. Казалось бы, можно, если понимать этот посылок буквально, что получается, что мясо пасхальной жертвы можно есть в одном доме, а вынести кусочек наружу уже нельзя. Говорят, в нашем мудреце нет, имеется здесь в виду. Вусная тора утверждает, что имеется здесь в виду другое. Пасхальная жертва должна быть съедена, то, что называется в волоке, вусной торе бе хаабора, т.е. группа людей, которые заранее записались на тело вот этого самого животного. Они заранее записались, и в тот момент, когда это животное было зарезано, зарезано для их и ради них, то у них есть доля в мясе этого самого животного. Так вот, то, что сказано здесь, что можно есть только в одном доме, имеется в виду, что хавура, группа людей, которые записались на мясо вот этого пасхального ягнёнка, они должны его есть вместе, и не делиться, нельзя собравшимся для принесения одной жертвы делиться на две компании, на две крупы, и делить между собой мясо жертвы. Т.е. если они все вместе записались, потом они решили, что часть из них не совсем симпатизируют другой части, и решили разойтись, давайте вы будете сидеть в этом углу, а мы будем сидеть в другой комнате или ещё что-нибудь, хотя они находятся в том же самом доме, но разделиться таким образом на две группы, они не имеют права, это то, что имеется здесь в виду, что нельзя есть, те, которые записались вместе, не могут разделяться на две отдельные группы. А если поселиться с тобой пришелец? Да, извиняюсь, 47-й пасук, а ещё до 47-го пасука, совсем было забыли, ещё в 46-м пасуке есть ещё одно требование, и кости – это тоже запрещающая заповедь, кости не ломайте, кости этой жертвы не ломайте, нельзя ломать кость от пасхальных жертв, заповедь как заповедь, но позволено будет спросить, а что пишут в книгах, которые изучают Та-Аме-Амитсвот, то есть смысл заповедей, есть ли какие-нибудь, можно ли увидеть, разглядеть в этой заповеди какие-то идеи, сказать, что мы учим из того, что Тора запретила ломать кости пасхальные жертвы. А Сефирах и Мух даёт очень интересное объяснение. Когда вы смотрите на людей, как они едят, есть самые разные манеры, люди по-разному ведут себя за столом. Одни обгладывают кости, другие их ещё и обсасывают, третие даже будут их разгрызать и высасывать костный мозг. Обычно эти третие – это, в общем-то, люди низшего сословия, которые не особо заботятся о своих манерах за столом, и, кроме того, достаточно голодные такие, что они не могут смириться с тем, чтобы хотя бы что-нибудь съедобное, хотя бы костный мозг в этих костях, чтобы из-за того, что-нибудь съедобное было выброшено. Но люди, скажем, люди аристократического происхождения, или, по крайней мере, аристократических манер, они так всегда вести не будут. Они не станут грызть кости, разламывать их, чтобы высасывать костный мозг. Почему это важно? В пасхальную ночь, наши мудрецы сказали, суть поведения еврея в пасхальную ночь, когда приносится пасхальная жертва, нужно себя вести, как бнейхорин, как люди свободные, не рабы, и всячески подчеркивать свой статус свободных людей и аристократического происхождения. Можно было бы спросить, а можно быть свободным, но не аристократом? Это верно. Но, по крайней мере, в эпоху мудрецов Талмуда эти вещи были связаны. Человек, обладавший волей, свободный человек – это прежде всего человек, имеющий определенную социальную ступень, он в какой-то степени аристократ. Так это воспринялось, мы видим это во всех правилах поведения в пасхальную ночь, прежде всего, в том, что мудрецы потребовали от человека, чтобы он не просто сидел за столом, а возлежал за столом, так как это было принято у римских патрициев. Блейхори всячески подчеркивает свое высокое положение в эту самую ночь. Поэтому, говорит автор Сеферах и Нух, если так, если идея подчеркивать в эту ночь свое аристократическое положение, свою свободу, то это должно проявляться во всех самых маленьких деталях. Аристократ патриций не станет грызть кости и высасывать из них костный мозг. Это неподобающее для него поведение. Почему я говорю, что это очень интересное объяснение? А не столько может быть интересное, сколько важно. Ибо в нем квинтэссенция понимания и еврейского подхода, подхода Аллахи. Очень многих людей, которые начинают знакомиться с еврейским законом, раздражает его мелочность. Понятно, хорошо, идея, ясно, но входить в такие мелкие детали, вся эта мелочность, зачем это надо, для чего такая мелочность. На самом деле подход еврейский именно на этом и зирдится. То есть, если человек, он царь, если он царского происхождения, если он царского поведения, то нельзя быть царем или аристократом даже только в каких-то определенных вещах, а в остальных вещах вести себя как простолюдин. Такого не бывает. Если человек аристократ, то он должен быть аристократом во всем, до конца, до самых мелких деталей. Был такой еврейский писатель, известный в 30-х годах в Германии, Леон Фейхтвангер. У него есть роман под названием «Лже Нерон», в котором он описывает появление самозванца, который утверждал, раб происхождения, который утверждал, что он на самом деле исчезнувший пропавший император Нерон в Римской империи. Нам почему-то не запомнилась одна, всего лишь из всего этого большого длинного романа, всего лишь одна сцена, в которой этот «Лже Нерон», который выдает себя за римского императора, отправляясь спать, снимает свою царскую мантию и аккуратно складывает ее по складочкам и развешивает ее аккуратно на стуле. Так это цари себя так не ведут, цари не… Мелкая деталь, но здесь совершенно четко видно, что перед нами самозванец, а не царь. Царь сбросит эту мантию. Человек просто людей, но он аккуратно, чтобы не помялась, складывает вещи, развешивает его на стуле и так далее. Так именно об этом мы здесь говорим. Если человек аристократ, то он аристократ до конца во всем. Если в эту ночь Тора потребовал от любого-любого еврея, поведение, которое демонстрирует, что он как царский сын, как аристократ, как человек свободный, поэтому он возлежит за столом, а не сидит, и поэтому не может быть так, чтобы он начинал разбивать, разгрызать кости и высасывать костный мозг. 47 стих. «Вся община Израиля пусть приносит ее пасхальную жертву, а если поселится с тобой пришелец и принесет пасхальную жертву Богу, то пусть обрежется у него каждый мужчина, и только тогда он приблизится принести ее, и будет как коренной житель страны, и никакой необрезанный не должен ее есть». Что имеется здесь в виду? Говорит Раши, из этих самых слов, «если поселится с тобой пришелец», то есть Герр, Герр имеется здесь в виду уже не Герр Тушав, не Пленец, а имеется в виду тот, кто становится как коренной житель, то есть Герр Цедек. Так вот, «если поселится с тобой пришелец» и принесет пасхальную жертву Богу, можно было бы, говорит Раши, из этого понять, что в тот момент, когда человек совершает гиеву, то он должен сразу же принести пасхальную жертву, это, в общем-то, и логично, ведь процесс гиевура, он в точности напоминает те шаги, которые наши предки сделали для того, чтобы стать еврейским народом. Что нужно было для того, чтобы стать еврейским народом? До некоторого времени они были рабами в Египетской империи. Каким образом они стали евреями? Прежде всего, они сделали обрезание, самое первое слово. Второе после этого обязательное принятие митцвот, принятие заповедей. Затем твила, погружение в мейкму, то, что было перед перед семейским откровением, и в дальнейшем жертвоприношение. Гер должен делать все эти шаги. Если так, то здесь, казалось бы, не хватает одного. Верно, началось всё с обрезания, но вслед за этим был ещё один шаг, а именно принесение пасхальной жертвы. Может быть, это и есть вступительный, это и есть такой билет, при помощи которого еврей, при помощи которого человек входит вот в это вот привилегированное общество, которое называется еврейский народ. Так, стало быть, можно было бы вполне предположить, что Гер в тот момент, когда он совершает гиур, как только он принял на себя обязательство исполнять заповеди, сделал обрезание, либо, скорее всего, сначала имеется в виду, ещё и окунётся в Микву и следующим шагом после того, как выходит из Миквы, должен бежать сразу же и приносить пасхальную жертву. Поэтому Тора говорит нет-нет, это не так. Если с тобой поселится пришелец и принесёт пасхальную жертву Богу, пусть обрежется у него каждый мужчина, это, конечно, обязательно, и только тогда он приблизится принести её, но как как коренной житель страны, т.е. точно так же, как коренной еврей, он приносит её раз в год в пасхальную ночь, ночь пасхального седра, так и Гер тоже сделает это в пасхальную ночь. Но Тора говорит, закон один да будет для коренного жителя и для пришельца. Один закон. Что это означает? Как коренной еврей приносит жертву, четырнадцатого ниссана, коммун-песаха, так и пришелец четырнадцатого ниссана, а не сразу после того, как он завершил свой гиур. И сделали всё сыны Израиля так, как повелел Бог Мушея и Арону, так они и сделали. И было. В тот самый день вывел Бог сынов Израиля из Египта по их воинствам. Тринадцатая глава книги Шмот самого начала «И сказал Бог Муше, посвяти мне каждого первенца среди сынов Израиля, каждого открывающего материнское лоно от первенца человека до первенца скота мне он». Заповедь первенцев что она означает? Всевышний утверждает, что первенцы они принадлежат ему и первенцы от первенца человека до первенца скота. Кто называется первенцем? Словом первенец можно было называть по крайней мере в Танахе оно употребляется в разных значениях. Здесь устная торга имеется в виду как сказано и в тексте он должен быть Петер Рехем то есть открывающий материнское лоно сняет Раши имеется в виду здесь ребенок в природах которого у женщины впервые раскрывается матка. Стало быть если эта женщина рожала до того а предположим она вышла замуж вторично и у ее мужа это первый сын хотя он первый сын у ее мужа но он не является первенцем Пхор Петер он должен быть первым ребенком у матери вот такой вот первый ребенок у матери он как говорит Всевышний принадлежит мне почему первенцы принадлежат мне объясняет Раши потому что я казнил первенцев Египта то есть в ту самую ночь когда первенцы Египта были поражены а первенцы еврейского народа с ними ничего не случилось их Абгаха защитила в этот момент Всевышний их присвоил они теперь принадлежат ему в чем это выражается что они принадлежат ему об этом тоже будет говорить в дальнейшем но пока что статус первенца это тот кто принадлежит Всевышнему и первенец человека и первенец скота и сказал мужей народу помни этот день в который вы вышли из Египта из дома рабства ибо силой руки вывел вас бог отсюда и не ешьте красное значение вроде бы простое помните этот день запомните этот день потому что и на следующий год и из года в год у нас будет требование чтобы в этот день не есть хамед запомните сегодня вы выходите в весенний месяц понятно что сегодня весенний месяц а вот это зачем зачем всемышний обращает внимание посмотрите на календарь засеките день мы его засечем этот день обратите внимание что это весенний месяц не знаем весенний месяц не сам как раз время весеннего равноденствия зачем Туры это подчеркивают все же знали что это весна Ража объясняет, к чему всё это сказано. Может, я обратил здесь внимание еврейского народа на то, что вы выходите в весеннем месяце, чтобы знали и обратили внимание на то, как Всевышний проявляет к ним милость. Он вывел вас из Египта в самом подходящем месяце, когда ни жары, ни холодов, ни дождей. То есть, мы не говорим о милости Всевышнего, что он вывел евреев из Египта. Вывел. Вывести можно было в любое подходящее для него время. Выбрал время максимально подходящее для людей. Понятно, что идти по пустыне – это не самая приятная экскурсия, не самый хороший поход. Условия в пустыне тяжёлые. Жара днём, в особенности летом. Холод ночью и серьёзный холод, в особенности зимой. Есть время, которое как раз попадает, оно очень короткое в пустыне – всего лишь несколько недель. – это весна. Именно в это самое время, когда с одной стороны ещё не жарко, с другой стороны уже не холодно по ночам, можно в самое лучшее время для выживания в пустыне. Это как раз время, в которое произошёл исход в месяце Нисан. Что касается предыдущего стиха, помни этот день, в который вы вышли из Египта. Рамбан учит из этого стиха ещё одна вещь – не только о том, что нужно засечь день и смотреть, чтобы в этот день в дальнейшем не есть хамец. Здесь есть ещё обязанность, в соответствии с пониманием Рамбана, помнить день, помнить сам исход из Египта. Что значит помнить? Помнить, с точки зрения Аллахи, это не означает просто запрет забывать, запрет забывать, он на самом деле – это запрет, здесь есть некое запрещение. А обязанность помнить, нужно что-то сделать позитивное. Что сделать позитивное? Напомнить себе это, т.е. мы учим от всего, так говорит Рамбан, что есть обязанность напоминать об исходе из Египта, напоминать себе можно словами, т.е. упомянуть или рассказать о том, что мы когда-то вышли из Египта. По мнению Рамбана, в этом стихе записана обязанность рассказывать об исходе из Египта в день исхода, в сам пасхальный седах, т.е. и сказал Муше народу – помни этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, помни этот день. «Ибо силой руки вывел вас Бог отсюда, и не ешьте к вас сной». Трампам подобно тому, как Тора сказала, помни день субботний. А что означает «помни день субботний»? Помни день субботний – значит, напомнить о нём, сказать, что сегодня суббота. Когда у нас есть обязанность сказать, что сегодня суббота? Не в пятницу и не в воскресенье, а в саму субботу. Началась суббота, мы выполняем эту заповедь, напоминание, что сегодня суббота, произнося кедуш, и кедуш этот можно делать только в субботу. Аналогично, говорит Трампам, из этого стиха мы учим, что в день, когда мы вышли из Египта, поэтому помните этот день, в этот день, когда мы вышли из Египта, необходимо напомнить о том, что мы вышли из Египта, т.е. рассказать пасхальную году, рассказ об исходе из Египта. В скобочках можно сказать, не исключено, что по аналогии с субботой, быть может, с точки зрения закона Торы, было бы достаточно просто сказать «кедуш», т.е. не кедуш субботний, а кедуш, относящийся к празднику Песах, и упомянуть в нём, что этот день – день исхода из Египта, и с точки зрения Тора мы бы, скорее всего, выполнили бы полностью свою обязанность. Но мудрецы это расширили и заставили целый рассказ об исходе из Египта, пасхальную году, которую мы и рассказываем во время пасхального седра, но выполняем тем самым в конечном итоге ту же самую заповедь – упоминание об исходе из Египта в день самого исхода. Согласно Рамбану, здесь записана обязанность упоминать исход из Египта каждый день. Поэтому в чтении Ишма мы вставляем кусочек, который упоминал бы об исходе из Египта ежедневно. «И будет, когда приведёт тебя Бог в страну Кенаонеев, и Хетов, и Имариев, и Хевицев, и Ивусеев, которые Он поклялся твоим отцам дать тебе землю, текущую молоком и мёдом, то совершай это служение в этом месяце». Какое служение? «Семь дней ешь мацу, и в седьмой день праздник, посвящённый Богу». Мацу надо есть в эти семь дней, и пусть не видно у тебя будет квасное, и пусть не видна у тебя будет закваска во всех пределах твоих. «И расскажешь своему сыну в тот день, ради этого сделал мне Бог, когда я выходил из Египта». Здесь обратим внимание, что не упомянут вопрос сына, а сказанное «ваягады талабингаба йомоуи», «скажешь ты своему сыну», т.е. не дожидаясь его вопроса. Отсюда мудрецы, авторы пасхальной годы, увидели указание на то, что есть дети, которые… что тем детям, тем сыновьям, которые не задают вопросы, всё равно нужно им рассказать и найти способ сделать так, чтобы ему стало интересно без того, чтобы он задавал вопрос. «И ты ему скажи ради этого», т.е. ради этих самых митцвот, которые я сейчас исполняю, ради Мацы, ради Моро, ради пасхальной жертвы, ради этого Всевышний и вывел меня из Египта. «И будет это тебе знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами, чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта, и соблюдая этот закон в назначенный срок из года в год». «И будет это тебе знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами, что это должно быть знаком, и знаком о чём? Чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта». Очень трудный для понимания стих. «Раша объясняет так. «И будет это тебе знаком, что это сам исход тебе будет знаком». По крайней мере, слово «это» Раша и объяснил. «Исход», о котором говорилось выше, «он тебе будет знаком». Тогда вопрос «знаком о чём?» Об этом сказано дальше «знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами». А это что такое, говорит Раша? Здесь имеется в виду заповедь Тфилина. «На твоей руке» имеется в виду на левой руке, и поэтому во второй части текста это слово и написано в полной форме, т.е. не «Ядеха ют далит хав суфит», а «ют далит хав хэй», что означает «слабая рука», как объяснили это мудрецы, т.е. просматривают это слово как составное, и это имеется в виду левой рука. Т.е. получается следующая вещь. То, что сказано в дальнейшем, пусть будет это знаком на твоей левой руке, и напоминанием между твоими глазами имеется в виду заповедь Тфилин, как утверждает устная традиция, как утверждает устная тура. «А что же такое будет тебе это знаком? Будет тебе это исход из Египта, вот это будет тебе знаком. Каким знаком? Тем самым знаком, который будет записан на твоей левой руке и между твоими глазами». Иными словами, Тфилин – это то, что накладывается по объяснению Раши. Тфилин – это то, что накладывается на левую руку и накладывается на голову между глазами. А что в нём должно быть? А какие реликвии в нём должны быть? Может быть, там должен быть магет Давид с цепочкой, или ещё что-нибудь? Нет. Там должен быть исход из Египта. Очень интересно, как я могу исход из Египта, как я могу его положить себе на левую руку? Имеется в виду, что ты возьмёшь тексты из Торы, в которых записан исход из Египта, и их ты и положишь себе на левую руку, их ты и положишь себе на голову между глазами. Вот, как понимается этот текст с точки зрения Раши. Закономерен вопрос, но текстов, в которых упоминается исход из Египта, в Торе их много, точнее, очень много. Каким образом в Тфилин попали именно два отрывка определённых, которых упомянут, точнее, четыре отрывка, которые есть там, и, по крайней мере, в двух из них упомянут исход из Египта, об этом мы придём, будем ещё говорить в дальнейшем. Пока что посмотрим объяснение Ибнезра к этому стиху. Он говорит, можно объяснить это по-разному. Первое объяснение – вот какое. «И будет это тебе знаком на твоей руке и напоминание между твоими глазами», т.е. чтобы Тора здесь велит, чтобы мы всё время помнили об исходе из Египта. Т.е. это, что называется, пшат. И, как обычно, пшат означает понимание текста не буквально, а как метафору. «И будет это знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами». Что это означает? Нужно понимать это метафорически, т.е. чтобы ты об этом всё время помнил, знаком между глазами имеется в виду там, где у человека память, помни всё время об исходе из Египта. Т.е. память из Египта должна быть свежа и в наших сердцах, это намёк левой руки, та, которая поближе к сердцу, и должна быть всё время у нас перед глазами, представлять себе всё время исход из Египта, если можно представить себе его визуально, это будет совсем замечательно. Всё это необходимо еврею для того, чтобы он смог построить по-настоящему еврейскую жизнь. Это первое толкование – пшат. Второе толкование – трах, соответствующие традиции устной Торы, что имеется здесь в виду тфилин. Т.е. совершенно-совершенно понимать нужно это буквально. Конкретные знаки, конкретные напоминания должны быть наложены на левую руку рядом с сердцем и на голову, там, где лобные доли мозга. Устная Тора уже определяет, каким образом это должно быть сделано, как должны выглядеть тфилин, что должны быть коробочки, и какой формы, и как, и каким образом. Видно, что два комментария совершенно противоречат друг другу. Если с точки зрения первого комментария нужно понимать этот текст как метафору, то второй комментарий требует понимать это буквально в лоб. Как написано, так и следует понимать. Должны быть конкретные, ощутимые, очевидные такого рода знаки. Ибнезра говорит в конце так. Именно так по второму комментарию объясняют наши мудрецы, наши наставники. Итак, это объяснение они нам передали по традиции. И, коли так, заключает Ибнезра, то первый комментарий тем самым отменяется, отбрасывается, потому что нет ему достаточно доказательств, как есть для второго комментария, как есть для второго толкования. Просто почему? Почему нельзя? Обычно мы говорим, обычно, что пшат и драж вполне могут сосуществовать, хотя они могут говорить о совершенно противоположных вещах, и это нормально. Ведь ни у кого не вызывает удивление того, что в поведении человека с точки зрения его психологии могут быть совершенно противоположные, противоречивые движения. Человек может думать одно, а при этом говорить совершенно другое. Он может думать, как тяжело и погано, и паршиво ему в жизни, и при этом улыбаться и говорить, что он очень хорошо себя здесь, ему здесь очень приятно, и он очень благодарен, что его сюда привели. Он может при этом чувствовать ещё что-то третье, а где-то в подсознании его будет ещё что-то четвёртое, и всё это вполне может укладываться. – так почему же пшат и драж не могут сосуществовать? – значит, здесь, очевидно, Ибнезра углядел из самого текста нечто такое, что противоречит пониманию, толкованию на уровне пшат, что имеется здесь в виду метафора, что Тора хочет, чтобы мы всё время помнили об исходе из Египта, чтобы исход из Египта был всегда у нас перед глазами. Если внимательно-внимательно прочитать этот стих, то станет ясно, в чём здесь дело, я читаю его ещё раз внимательно, и будет это тебе знаком на твоей руке, что мы имеем в виду, чтобы память об исходе из Египта была свежа в наших сердцах и напоминанием между твоими глазами, что имеется в виду с точки зрения первого толкования, чтобы эта память всегда была перед нашими глазами об исходе. Всё это для чего? Чтобы было учение Бога у тебя на устах. Вот для чего нужно помнить об исходе из Египта – чтобы учение Бога было у тебя на устах. Вопрос – какое учение? А сама Тора говорит – какое учение? Что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта. Вот оказывается, получается ерунда. Получается так – ты помни об исходе, ты помни всё время об исходе из Египта. Для чего? Для того, чтобы учение Бога у тебя было на устах. Какое учение? То, что Бог тебя вывел из Египта. Получается, помни об исходе из Египта. Для чего? Чтобы помнить об исходе из Египта. Это тавтология, совершенно лишённая абсолютно смысла предложения. Поэтому, говорит Египта, нет у этого толкования, которое утверждает, что перед нами метафора, нет у него никакого доказательства в тексте. Более того, текст противоречит этому пониманию. Следовательно, мы должны принять здесь однозначно именно и только комментарий наших мудрецов. Толкование, которое говорит, что имеется здесь в виду конкретные знаки, которые накладываются на руку и на голову между глаз, т.е. тфилин. И они-то накладываются для того, чтобы память об исходе из Египта не ушла ни из наших сердец, ни из наших, и чтобы была у нас всегда перед глазами. На что это похоже? Человек, который хочет помнить о каком-то важном событии. Если это событие было очень впечатляющее, то первое время он о нём ещё помнит, но проходит время. Любое самое впечатляющее событие, оно уже теряет яркость и постепенно, постепенно из нашей памяти вытесняется остальными вещами, которые, может быть, не такие яркие, не такие важные, но более новые. Что делать? Забываем. Поэтому человек, не желая забыть чего-то, он захочет взять что-то ощутимое, поставить это перед собой, положить это себе на свой рабочий стол, чтобы всё время смотреть на это. Есть люди, которые ставят фотографию членов своей семьи, чтобы они были всегда перед глазами, чтобы не забывать о них. Или ещё что-нибудь другое. Т.е. вот этот конкретный ощутимый предмет, который напоминает, связан ассоциативно с чем-то, что мы не хотим забыть, вот об этом здесь и говорит Тора. Т.е. ты положи эти самые знаки конкретные, ощутимые, ты их положи себе на руку и положи их себе на лоб между глазами для того, чтобы никогда не забывать, чтобы всегда помнить об исходе из Египта. Т.е. подобно тому, как застывшая лава напоминает об извержении вулкана, которое когда-то имело место быть, также тфилин должны напоминать нам об исходе из Египта. И будет, когда Бог приведёт тебя в страну Кенеан, как Он поклялся тебе и твоим прадцам, и отдаст её тебе, ты должен будешь приносить Богу каждого открывающего лона и всякое перворождённое из скота, которое будет у тебя, самцы должны быть принесены Богу. Если в предыдущем отрывке, а вот предыдущий отрывок, кстати, тринадцатая глава от первого до десятого стиха – это первый отрывок, который вкладывается в коробочки тфилин, и начался он словами «посвяти мне каждого первенца», т.е. первенцы посвящаются Богу, а вопрос «а хорошо посвятили, а что с ними делать?» А вот приходит второй отрывочек, начиная с одиннадцатого стиха, он тоже, это второй отрывочек, который вкладывается в тфилин, и вот в нём уже сказано, что делается с первенцами. Если это первенца из скота, ты должен будешь приносить Богу каждого открывающего лона. И всякое перворождённое из скота, который будет у тебя, самцы – это ещё одно условие – первое, чтобы он был открывающим лона, второе, чтобы это был самец, а не самка, они должны быть принесены Богу в жертву. И всякое перворождённое у осла ты должен будешь выкупить игнёнком, а если не выкупишь его, убей его, перебив ему затылок. И всякого перворождённого у людей среди своих сыновей ты должен выкупить. Что касается первенцев человека, с ним тоже всё вроде понятно и просто, он выкупается, и в дальнейшем будет сказано, а у кого он выкупается? Деньги-то кому нужно давать? Если Всевышний объявил, что они мне, первенцы принадлежат мне, то деньги кому давать? Тор в дальнейшем объяснит, что имеется в виду Коэн, священник, который становится здесь представителем Всевышнего, именно ему отдаются эти деньги, но это ещё впереди. А вот что это за история с перворождённым, с первенцем осла? Сказано прежде всего, что то, что родиться от скота, нужно принести в жертву, а у осла нужно выкупить игнёнком, а осёл – что он не скот, что имеется здесь в виду? Паша объясняет так, что касается ослят, и это только по отношению к ослятам, но не первенцев иных нечистых животных, т.е. заповедь принесения в жертву первенцев скота имеется в виду только скот чистых животных, т.е. это корова, это овца и это коза, и их первенцы приносятся в жертву. Но не первенцы других животных, нечистых. Тогда что за история с ослёнком? Таково веление Тора. Оно связано с тем, что первенцы египтян уподоблены ослам. Есть такой пасук, который приравнивает египтян к ослам. И ещё. Ослы помогали сынам Израиля во время исхода, потому что не было ни одного еврея, который не взял бы с собой множество ослов, наглюченных золотом и серебром египтян. Так или иначе, здесь особый закон по отношению к ослёнку. В отличие от всех остальных перворождённых от нечистого скота, по отношению к которым вообще нет никаких обязанностей, ослёнок имеет святость первенца, только его не приносят в жертву, а его нужно выкупить посредством ягнёнка. То есть, коину следует дать ягнёнка, и тем самым ослёнок перестаёт быть первенцем, и можно его использовать по прямому назначению. Дальше Тора подчёркивает, что если ты этого не сделаешь, т.е. не отдашь, жалко будет давать коину ягнёнка, то тогда убей его, перебив ему затылок. Такова заповедь с Петер Хамур, первородная от ослёнка по отношению к людям, как мы сказали, там выкуп, ты должен выкупить его, дав пять слоин, пять серебряных монет коину, которые представляют в этом мире Всевышнего. Вот такая гуманка и пробine. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...